Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Тальшахар и добро пожаловать на мой личный видеоблог в YouTube. Особая благодарность моим подписчикам. Если вы еще не подписались, рекомендую сделать это прямо сейчас. Предательство в MLM, предательство в сетевом бизнесе, предательство вообще в интернет-бизнесе. Как же реагировать? Как с этим жить? Очень щепетильный вопрос, который всегда обходят многие-многие лидеры в интернет-маркетинге, в инфобизнесе, в сетевом бизнесе. Об этом стараются не говорить, это стараются не декларировать. Всегда утверждается, и это очень разумно, что позитив вниз, негатив вверх. То есть о негативе вы поднимаете информацию только непосредственно к спонсорам, к вышестоящим спонсорам. А вниз команду идет исключительно только позитив. Нельзя делиться всякими историями, которые показывают предательство кого-то в команде. Но мы сейчас говорим отвлеченно. Предательство это всегда плохо. Предательство это ржа. Предательство это начало-конца любой команды. И если предательство как раковую опухоль не удалить, не облучить, не вырезать в конце концов, то рано или поздно умрет вся команда. Когда кто-то из ваших партнеров начинает воровать клиентов, кандидатов, у других партнеров это очень страшно. Во-первых, люди подумают, что если одному сойдет срок, то наверняка и мне также может в итоге сойти срок. Если меня захотят за это наказать, почему не наказали того, кто уже своровал? Проблема, правда? А таких людей, страдающих переподписанием, воровством клиентов, воровством партнеров, нужно избавляться. Избавляться жесткой терминации из бизнеса. Просто немедленно. Тут даже не надо думать. Человек, который предал однажды, он уже будет предавать всегда. Он уже не исправится. Надеется на то, что вдруг произойдет чудо? Нет, не произойдет. Этого человека нужно из команды выводить. Но если человек нормально закончил работу, перестал делать автошипы, перестал делать продление своей активности, перестал обновлять свою лицензию и вышел из команды. Быть может он перешел в какой-то другой бизнес и там начал бурную деятельность, бурную активность и начал переманивать людей из вашей команды к себе. Как реагировать на это предательство? В данном случае я реагирую очень и очень положительно. Более даже, чем позитивно. Очень давно, еще в далеком Казахстане, мой друг поделился мне своей болью о том, что его предала супруга. Она ему изменила. И она ему изменила с одноклассником, с которым он сидел за одной партой, ну, это, наверное, порядка десяти лет. И я подозревал, что сейчас будет, ну, едва ли не брата убийства, что он пойдет войной на этого мерзавца. Человек, с которым они сидели за партой, это практически уже родной брат. Десять лет за одной партой. И в итоге такое предательство. В итоге такое двойное предательство. И тем не менее, тем не менее, мой друг сказал очень хорошую вещь. Мой одноклассник, мой сосед по парте помог мне разобраться в моей жизни. Он помог мне определиться, кто моя любимая, а кто нет, кто мой друг, а кто нет. Разве я должен идти за это на него войной? Нет, конечно. Я могу быть ему только благодарен. Если перенести ту страшную историю предательства в семейной жизни в наш бизнес, то я могу сказать, если человек выходит из вашего бизнеса, и после этого пытается увести кого-то в свою команду, то это испытание для вас, причем испытание положительное. Весь мусор, все дерьмо из вашей команды выметится. Все те слабачки, все те какие-то неустойчивые личности, которые постоянно мечутся в своей жизни, которые постоянно прыгают с места на место, как блохи. Тот самый отщепенец, ренегат, если он их заберет к себе, ваша команда обновится. Вы должны только этому радоваться. И когда я советовался с людьми, как же поступают в подобных ситуациях, то вполне понятно, вполне разумно, что мне сказали. Отправь цветы этому человеку, закажи ему хороший букет цветов, поблагодари его за то, что он произвел чистку твоей команды. Если он надеется, что эти люди-перебежчики, сетевые проститутки, интернет-странники, они удержатся и у него, он ошибается. Он делает сам себе плохо, а тебе делает только хорошо. Ну вот видите, друзья, мой друг, который пережил предательство своей супруги, мой ментальный наставник, который имеет огромную прекрасную команду и который знает, как действительно реагировать. Теперь я хочу пригласить к обсуждению вас. Каким же образом вы реагируете на предательство своих команд? С вами был Таль Шахар, я открыт в дискуссии, я приглашаю вас в комментарии. Приветствуется все, за исключением реферальных ссылок. Удачи, друзья! Не желаю вам пережить предательство.